МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Скажите, пожалуйста, утром появилась информация в разных телеграм-чатах, что забастовка, что большая часть троллейбусов выведена из строя и не выходят они на линии, люди могут опоздать на работу. Как вы можете это прокомментировать?" -"Это неправда. Предприятие работает в штатном режиме, весь подвижной состав был подготовлен и находится в технически исправном состоянии." -"А бывают какие-то экстренные ситуации, случаи, как вы из них выходите?" -"Бывают случаи не выхода троллейбуса на линию в связи с болезнью водителей, но мы выходим из ситуации, привлекаем к работе людей выходной день для подработки." -"И скажите, такие сообщения мешают работе предприятия, коллектива, вот такие внезапные?" -"Ну, конечно, мешают. Они просто отвлекают время." Кто из какой меты размещает такие и лживые поведомления в интернете, можно только догадываться. Мабыдзи гэта спроба притягнуть увагу до провального заклику до забастовки. Зато и докладно вядома, что не варто доверять таким сумневным крайницам информации и поведомлениям, у яких нема конкретики с посылок и докладных фактов, личбов, именов. В Гомельском Державном Медицинском Университете открыли диагностичный центр, где можно пройти комплексное обследование легких. А про это госсупрацовники установы организовали курсы для деючих медиков по лечению коронавируса. Как ученые допомагают практикам, доведались наши корреспонденты. Супрацовники Медицинского Университета володуют не только теорией, но и из них подчас пандемии працуют в больницах в якости консультантов. Теперь для допомоги медустановам тут открыли диагностичный центр. Кажут, что жадающих пройти обследование шмат. Ультрагуковая диагностика и спираметрия дают махчимость выявить наявность пневмонии. В планах протягнение студентов, которые будут проводить занятки, подыхательные гимнастыцы. Но перед этим их обовязково застрахуют. Притом, что працавать у центра можно будет только на доброй охотной основе. Наш университет с самого начала возникновения коронавирусной инфекции активно вступил в помощь практическому здравоохранению и организованы и мобильные бригады наших профессорско-преподавательского состава и волонтеры-студенты трудятся в практическом здравоохранении. И вот мы решили создать еще такой диагностический центр, ковид, ассоциированное поражение легких, учитывая механизм заражения инфекцией и то, что большой процент идет пациентов именно с поражением легких и развивается дыхательная недостаточность. Поэтому мы решили предложить такой комплекс услуг, который позволяет безопасно диагностировать при помощи утрозукового исследования легких наличие поражения легочной ткани при ковид-19 инфекции, а также оценивать, проводить функциональные пробы при помощи спирометрии и измерять уровень кислорода при помощи пульсоксиметрии. То есть данный комплекс, он безопасен и абсолютно подходит для любых граждан, любых возрастных категорий, и позволяет комплексно подойти к оценке поражения легочной ткани при ковид-19 инфекции. В связи с пандемией коронавируса в Гомельском державном медицинском университете организовали пятидневные практичные курсы для медиков, которые работают с хворыми на ковид-19. В результате, штаммы захворения постоянно изменяются и необходимо быть готовым до любой ситуации. Коррективы унесли и в научальный процесс. Сегодня на диагностичном факультете каждый студент старейших курсов повинен быть дольным выявлять ту же пневмонию на ранних стадиях. В учебном кабинете ультрагуковой диагностики соправдное обстелевание. Научание проходит в умовах реальной ситуации. Мы действительно внесли изменения, учитывая нынешние реалии, внесли изменения в учебные планы. Поэтому по окончании, в данном случае это медико-диагностический факультет, пятый курс, по окончании этого семестра они нам сдают зачет, где как раз они демонстрируют наличие у них навыков, навыков УЗИ легких, УЗИ брюшной полости, в том числе и у пациентов с ковидом. Поэтому в плане практических навыков они все эти необходимые информацию и необходимые возможности имеют. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Сергей Камку, телерадиокомпания «Гомель». С 1 листопада в Беларуси установлены новый бюджет прожиточного минимума. Отповедно вырастут и по мере социальных пенсий и широк допомог. С этого дня величиня бюджету складает 288 рублей 1 копейку. Одноразовая допомога при народжении первого детства теперь 2880 рублей. На другого и наступных свыше 4 тысяч. Допомога для женщин, которые свочасово стали на улик Министерства охоты здоровья, вырастет до уровня обновленного БПМ. Уплывая бюджет прожиточного минимума и на социальные пенсии, и на дбалки, выросли так само доплаты до пенсий тем беларусам, кому уже 75 годов. Добавлять будут 54 рубли. Для людей в возрасте 80 и старейших 72 рубли. ГТС суммы зафиксуют на квартал до конца студеня. Заводу ВИПРа сполнилося 85 годов. На урочистом мероприемстве у Палаце культуры собралися его супрацовники, лепшим з яких за высокие покажки у працы уручили дипломы и грамоты. За час иснования предприемства были как у здимы, так и тяжкие часы. Вот уже четвертый год ВИПРа на санации. Платежа здольность одно или на разлик с кредиторами проводится у полной ступени и у термин. У поравнании с подшатком процедуры объем вытворчастей у сопоставляльных ценах взрос прикладно на полтора процента. Узросла и средняя заработная плата, якая зараз складает коле 730 рублев. Предприемство працует с прибытком, что дозволяет частку грошовых сродков накеровывать на развитие инфраструктуры и поляпшение умов працы. Коллектив складает коле 300 человек, из их 60% люди с инвалидностью. Ключевые планы у нас это увеличение объема производства. Мы сейчас достигли определенного уровня, который позволяет нам какую-то планку поддерживать, такую достаточно серьезную. Но нам надо для того, чтобы повысить заработную плату на заводе, нам надо поднять объем производства и реализацию продукции где-то до 900-950 тысяч белорусских рублей в месяц. То есть это даст нам возможность приблизиться по средней зарплате к среднереспубликанским значениям. 59 першокурсников, специализованных о лицее при Университете грамадянской обороны МНС в аурочистой обстановке принесли клятву лицеиста. Пообиацали быть добросумленными в учебе и поводинах. Марина Васильева с подробностями. Ритуал принесения клятвы наученцами у лицеи МНС проходит уже 18 раз. Повиншеваясь першокурсников прибыли министр по надзвычайных ситуациях Вадим Синяуский, керавники областного управления и Университета грамадянской обороны МНС. Уже достаточно осознанно, хотя еще в таком юном возрасте приносят клятву на верность своим идеалам, на верность своей учебе в лицеи МЧС. И, конечно же, такой элемент с одной стороны формальный, но с другой стороны очень важный внутреннее побуждение честно выполнять свою работу. А у них работа сегодня учиться. Учиться добру, учиться правильному отношению к жизни, учиться заботиться о своих друзьях, товарищах, о своих родных, близких. Поэтому очень важный элемент в будущем становлении настоящих мужчин. В том числе настоящих спасателей Республики Беларусь. У лицеи подлетки проходят научшание с 7 по 11 класс. Многие потом поступают в профильный ВНУ и связывают жизнь с профессией выртовальника ци военной службы. При этом лицей уникальный в своем роде аддукационный комплекс, который выполняет важную социальную реабилитационную функцию. А малькожный третий научшенец – сирота или подлеток, который остался без опеки родителей. Больше, как половые – дети из неполных, шмадзетных и малозабеспеченных семья. Здесь очень интересно, весело. Разные секции есть. Учусь хорошо. Я планирую пойти в УКЗ и стать пожарным. Усяго, с момента утворения научной установки, ее стены покинули 545 юнаков. Полова с них стали курсантами Университета громадянской обороны МНС. Марина Васильева, Александр Харлампов, телерадио компания «Гомель». У школьников начались восенские каникулы. Традиционно, в этот период будут организованы мероприемства по включению детей в корыстную занятость. До профилактики детского травматизма, надзвучальных ситуаций и правопорушений долучаются органы внутренних справ. Особливая увага подлеткам, с якими проводится индивидуальная работа инспекциями по справах неполнолетних. Проведение таких мероприятий направлено в первую очередь на воспитание у подростков патриотизма, здорового образа жизни и, конечно же, полезной занясти во время каникул. Родителям же напоминаю об ответственности за своих несовершеннолетних детей и их воспитание. Будьте постоянно в курсе, где находится ваш ребенок, с кем он проводит свое время и чем он занимается. Так само, в этот период будет усмотнен контроль за подлетками в вечерний и ночный час. Неполнолетних в возрасте до 16-ти годов повинны супроводжать батьки. Напевно, самая незвычайная сельская школа находится у Гомельской в области. Была и сядиба графини Барановской, что вез в цей переделка Лоевского района, уже омаль 100 годов працуе как установа адукации. Стены палаца памятают разные эпохи. Историко-культурная спадщина бережливо оховывается дорослыми и детьми. Про минулые и сучасные графского майонтка в наступном репортаже. В 1810 году сядибу заснавал вядомый магнат Станислав Юдзицкий. Добудовывали ее помещики Рудзиевские, потом яны продали палац Чайковским. Те ближе это сваяки знакомитого русского композитора в ученые спрачаются навод зараз. Але связывают с историей майонтка минавито с имем его опошней владельницы Катерины Барановской. На первой фотографии здесь видно само имение. В 1908 году это парадный вход. Ну и сама семья графини Катерины Барановской, как вы видите, сама графиня, ее старший сын, дети, ну а также родственники. Ну и на второй репродукции можете наблюдать саму графиню Катерину Барановскую с одной из своих дочерей. По словах выкладчиках истории Андрея Колоса, свою славу графиня отримала не выпадково. При ее майонток стал одним из самых богатых уреческим повете. Она основала здесь ряд предприятий, что позволило обеспечить людям работу. Также здесь был разбит фруктовый сад. Ну и после Октябрьской революции она вынуждена была эмигрировать вместе со своими сыновьями сразу в Италию, затем в Канаду. В 1924 году была открыта сельская школа крестьянской молодежи имени Владимира Ильича Ленина. Великая Айчинная война. Один этап у истории школы, коли дети тут не научались. Память про самые складанные пиры отпильно заховывая школьный музей. Скажите, пожалуйста, а что это за объект, который вы видите? Каска. Я знаю, это каска. Каска. А для чего каска это была создана? Для защиты, для головы. Зараз у школы 55 в Ушневоусаде, 16 детей. Установа у выходить у державный спис историко-культурных каштонностей Беларуси. 13 году тому в рамках программы «Одраджение и развитие вёски» тут отбылась масштабная реконструкция. На учению таким уникальным местом не можно не накладывать пелный отбиток на детей. Сама история помогает детям учиться, хорошо учиться. Наши ученики являются призерами республиканских олимпиад и конкурсов. Также выпускники учатся в престижных вузах Республики Беларусь. Я учусь здесь с первого класса. Здесь учились мои родители, братья. Это прекраснейшее место. Я горжусь, что я здесь учусь. Выкладчики уповнены. Потенциал установы треба реализовывать на полную. Дорослые дети сподяются, что, когда-нибудь, тут будут проходить масштабные экскурсии и навод театральные фестивали. Александр Лупиненко, телерадио-компания «Гомель» преподтримца агентства телевизийных новин. Фонды Палаца Румянцевых и Паскевича пополнились новыми каштонными экспонатами. Такий подарунок музею зарабили минские коллекционеры Андрей и Татьяна Феодосовы. В червене они презентовали у «Гомеля» ретро-выставу оденья, обутку и аксессуаров 20-х стагодзе. Татьяна Феодосова – стилист. Коллекционированием захопилась у початку 2000-х. За этот час не было множество уникальных речев, а зараз вырешила спиниться на раритетной в опраце и аксессуарах. Продметы декору, такие как ляльки, посуд, годинники и статуэтки вырешила отдать у Гомельский музей. Я не думала, что это будет коллекция. Это просто то, что отражало эпоху. Это тоже красота, красота быта каждого человека. И я собирала все, что мне нравилось, все, что попадалось в том числе. И, естественно, я потом решила, что все-таки главное направление – это выставка, то, что на выставке сейчас. А все остальное должно работать, жить и приносить радость и удовольствие людям. Поэтому, а где? Только в этом музее. Андрей и Татьяна Фетосовы поддяковали супрацовникам палаца за профессионализм и любовь до своей працы. И вырешили унести свой уклад у захований исторической спадшины. Дякуючи их намаганиям, у музея вернулись уникальные гравюры, которые ранее упрыхоживали залы. Портрет царицы Нарышкиной – это то, что висело в кабинете у последней княгини. Это то, что она привезла в Гомель со своим приданным и хранила и ценила. Так как род Нарышкиных очень гордился тем, что в их роду была царица, да еще и мать сама Петра I. Поэтому ее портреты всегда украшали самые главные стены, парадные залы, дворцов, любого ответвления семьи Нарышкиных, которое только могло быть. Сама княгиня Ирина была урожденная Воронцовой-Дашковой, а ее мама была княгиней Нарышкиной. И вот эта ее мама передалась ей этот портрет, который она привезла в Гомель. Он хранился здесь, есть на дореволюционных фотографиях. Еще один подарунок от семьи Феодосовых – литография князя Паскевича часов Кавказской кампании. Ее дополняет документ-манифест императора Николая I об заключении мирного погоднения в войне с Персией. Сегодня у Гомеля распочалась спартакеяда союзной державы сярод студентской молоди. Ее выники будут подведены у пятницу, 5 листопада. С белорусского и российского боку в Гомель приехали по 111 человек. Сегодня они провели тренировки. С поборницей по настольным теннисе, бадминтоне и легкой атлетыце начнутся завтра. А праша того, для удельников распроцована великая культурная программа. У приватности им пропонуют наведать Палацево-парковый ансамбль, музей истории города и областный музей военной славы. А либо да и самое головное на спартакеяде усталевание сябровских взносинов по межудельникам. Познакомился, даже сейчас встретил, уже пообщались с ребятами, вспомнили тот турнир. Очень рады друг друга видеть. Рады тому, что это мероприятие вновь возобновилось, несмотря на то, что год был очень тяжелый вследствие влияния коронавирусного заболевания. Дождливый, а ли теплый початок листопада прогнозуют синоптики в Беларуси. Температура поветра у перши тыдень будзе высшей за климатичную норму. У найближайшие сутки у нашим регионе чакается от 3 до 5 градусов тепла у ночи и до 13 у дзенны час. У авторок будзе яшше без опадков, а у сираду уже не обыдется без короткочасовых дожжов. Пераменливая надворья захавается до конца тыдня. Максимальная температура поветра складе 15, а местами и 17 градусов тепла. Максимумы ранешние туманы. Водителям треба быть осторожными за рулем. Это и другие новинные информации о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by И на этом наш выпуск завершен. Усего вам самого доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Калинковичах из Свято-Казанского собора похищены серебряные изделия и наличность. Сообщение в оперативно-дежурную службу районного отдела внутренних дел поступило утром 29 октября. Помещение, где хранили серебряные изделия, было оборудовано системой видеонаблюдения. Изучив записи, сыщики получили изображение предполагаемого преступника. В результате уже через два часа его задержали. Горожанин, ранее судимый 37-летний таксист, не стал отпираться и дал признательные показания, а также рассказал, что спрятал похищенное серебро в лесополосе. Тайник обнаружен и изъят работниками Следственного комитета. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За минувшие выходные сотрудниками ГАИ задержан 21 нетрезвый водитель и более 40 бесправников. Три смертельных ДТП произошли с участием пешеходов в темное время суток. Ни один из погибших не был обозначен световозвращающими элементами. В субботу примерно в 10 вечера в Добружском районе на автодороге М-10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин 24-летний водитель большегрузодав совершил наезд на 42-летнего мужчину, который по предварительной информации двигался навстречу по проезжей части дороги. Немногим ранее в агрогородке Уваровича Будокошелевского района 41-летняя женщина-водитель управляя автомобилем Пежо при разъезде со встречным транспортом наехал на 37-летнего пешехода. Мужчина лежал на проезжей части. Аналогичное происшествие произошло в воскресенье в Житковичском районе на автодороге Туров-Ричев. Примерно в 18-20 22-летний водитель управляя автомобилем Лада совершил наезд на 33-летнего мужчину. Во всех случаях назначено проведение судебно-медицинских экспертиз погибших. Сотрудники госавтоинспекции обращаются еще раз ко всем гражданам. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Берегите себя, берегите других участников дорожного движения. Соблюдайте, пожалуйста, ПДД в части, касающейся перехода проезжей части. Не забывайте, что переходить дорогу только в установленных местах разрешено. Водители должны быть предельно внимательны. К тому же, хотелось бы, конечно же, обратиться к неравнодушным гражданам. В случае, если вы увидели нетрезвого пешехода, лежащего, сидящего на проезжей части, не оставайтесь равнодушными. Если у вас нет возможности оказать помощь самим, позвоните, пожалуйста, по номеру телефона 102. Предупредите, что на проезжей части находится человек, которому нужна помощь. И вашим звонком мы вовремя сумеем изъять с проезжей части человека, который может пострадать. В результате пожара погиб хозяин квартиры в городском поселке Октябрьский. Спасена женщина, находившаяся в гостях. Сообщение о возгорании в квартире многоэтажки поступило около 11 вечера 31 октября. До прибытия дежурных подразделений в свободное отнесение службы время старший пожарный Октябрьского ручея с Руслан Захаров, увидев дым и открытое горение в окне квартиры, вызвал коллег, забежал в подъезд и, взломав входную дверь, вынес на свежий воздух женщину 1974 года рождения, которая находилась в бессознательном состоянии. Ее с диагнозом отравления продуктами горения госпитализировали. Спасатели, прибывшие по вызову, в бессознательном состоянии в коридоре квартиры обнаружили хозяина. Проведенные реанимационные мероприятия не дали положительного результата. Мужчина скончался. Пожар ликвидирован. Огнем уничтожено имущество в комнате закопченной стены и потолок квартиры. Основная версия причины пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.